я вот стою на кухне, вы распадите, может они не знают, что я в разводе, я развелась в этом году, и бывает думаю, может я все-таки зря развелась, но потому что я развелась не потому что я кого-то нашла или кому-то ушла, я развелась, осталась одна с ребенком, и бывает думаю, а все ли я сделала, чтобы сохранить эти отношения, все-таки я женщина, да, вы не говорите, что женщина, она типа очаг должна хранить а типа очаг должна хранить, ребята, обратите внимание на губки ее пристальнее, посмотрите, стерлась помада, да, вот как будто что-то в ротик брала, чайечка, обо что интересно стерлась, об эскемонии, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха даже когда моему ребенку, нашему с ним общему ребенку, это я уже просто говорю моему ребенку, потому что я уже до года ее одна воспитываю, даже когда наш общий ребенок должен был быть оперированным, должны были одной, да ее вырезать, но слава богу, и порядка отменилась, в общем, даже тогда этот муж мой бывший не брал выходной ради меня, и тут у меня сейчас есть друг мужчина, в котором у меня ничего не было, который просто за мной ухаживает, он берет 5 дней отпуска на своей работе в Германии, покупает мне технику в дом, а берет он отпуск, потому что он хочет мне стены покрасить в квартире и сделать мне красивый ремонтик косметический, и он берет 5 дней отпуска, отменяет свои курсы ради меня, чтобы не было комфортно жить в своей квартире, а мой бывший муж считал, что я достойна, и поэтому всегда он был на работе, хоть я там при смерти дома с ребенком, он на работе. Я думаю, что все-таки, женщина, если вам кажется, что вы израились, и может надо было еще постараться, то вам просто кажется. Если вам кажется, что вас муж не уважает и не ценит, то вам не кажется. Всем добра, всем любви, всем счастья, всем достойных мужчин рядом. Достойных мужчин рядом. Как мне нравится это слово, достойный мужчина. Чего достойный, это мне интересно. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Слушайте, а тут не угодишь, чайочкам вообще никогда не угодишь. Будешь часто на работе, не уделяешь внимания. Будешь часто дома, не будешь денег зарабатывать, мало денег принес и так далее. Поэтому, ребята, нету смысла чайочке угождать. Живите для себя. Вот примерно вот этому учит мой курс, как взаимодействовать с женщинами без потерь. Этому и очень многое всему другому. Но база там одна. Это база для мужчин любого возраста, ребята. Кому интересно, проходите на мой сайт, ознакомьтесь с этим и с другими курсами. Можете написать мне в личку, я дам вам более подробную информацию, но он очень полезный. И вот такие вот чайочки, ребята, вам будут, ну так скажем, не страшны. Просто, понимаете, в чем смысл? Вот мужчина вот 10 лет с ней провел, да, и получается зря. Она вот после 10 лет совместной жизни о нем такого мнения. То есть муж горбатился, чтобы ей хорошо было с ребенком, да, вот чтобы денежки были, чтобы комфортно ей было, да, чтобы жопку в тепле держала она, да. Она, видите ли, страдала. Страдала на роскошных постелях и диванах. Все так было тягостно для нее, да, вот у мужа бизнес был. Я терпела этот постоянный финансовый поток. Боже, я что, у меня спина, что ли, казенная, эти деньги складывать везде по всей квартире или что, а? Я хотела просто ремонтик простенький и все. Конечно. Ребята, еще раз повторяю, не пытайтесь им угодить. В любом случае, когда она, у нее эмоции пройдут, когда у нее пробитие на инстинкт пройдет, ты будешь плохим. Что бы ты ни делал. Зарабатывал много денег, пытался удовлетворить ее в постели, дарить ей эмоции, петрушка перед ней прыгал, чтобы ей весело было. Ты все равно будешь плохим. Ребята, живите для себя. Послушаем еще одну чаечку. Можете ответить, можете нет. Как вы решите? У меня второй брак, от первого брака есть двое, уже взрослые дети. Сын уже женился год назад и живет отдельно. Дочери 15 лет. Мой муж не хочет, чтобы мы жили с моей дочкой. Он, оказывается, после уже почти два года брака, что не любит моих детей и хочет, чтобы мы жили отдельно. Я ему говорю, что девочка еще мала, ей только 15. Она школьница, я должна еще быть рядом с ней. А он сказал, что мне не нужны твои дети и твоя семья. Я хочу только с тобой. Выбирай, или я, или дети. И говорит, что любит меня и не может жить без меня. Разве это любовь? Нет, это не любовь. Он вас не любит. Он вас не любит. Я всегда говорила, если мужчина вас любит, он примет ваших детей. Он не обязан их любить, но уважать, потому что вы мать этих детей. Он должен. Никто не имеет права ставить условия выбирать либо партнера, либо детей. Любая адекватная, нормальная женщина выберет детей. Это просто какой-то кошмар. Я не люблю твою дочь, я хочу отдельно жить. И пусть ему все равно абсолютно, что ваш ребенок еще ребенок. 15 лет. 15 лет. Подростковый возраст. Вы предадите свою дочь на всю жизнь. Оставите ей такую травму, она вас не возненавидит. Я работаю сейчас с такими женщинами, которые рассказывают, что мама вышла замуж второй раз и бросила меня у бабушки. И уже эти женщины сами матери, и они ненавидят своих матерей. Поэтому здесь выбор очевиден. Если у вас в голове есть чуть-чуть извилины, серая жидкость, и вы имеете все-таки мозги, вы нахер, извините за выражение. Мне стало неприятно сейчас, когда я слышала то, что Женя прочитала. Мне неприятно стало. Честно. Как можно отказываться от своего ребенка ради члена, извините за выражение. Только так. Ребята, во-первых, это выдуманная история. Вы понимаете, что психологиням нужны клиенты. Они создают специально вот такие истории трешовые. Типа, я все разрешила, распетляла, я все гештальт закрыла, всем помогла, я такая молодец. Гуру психологиня. Ребята, ну просто вдумайтесь в эту историю. То есть мужчина два года прожил с ней, с ее детьми. И потом вдруг говорит, типа, а ну-ка, брось их. Ребят, ну я допускаю такое только в нескольких моментах. Либо у него белка посетила, либо он съехал просто крышу, полетел, ну там, не знаю, шизофрения настала, хрена узнает, да? Ну, либо какая-то контузия, хрена узнает. Ну, просто жил два года, потом хоп, а брось свои детей. Ну, это бред, ребят. Ну, кто в это поверит все? Скажите мне, пожалуйста. Ну, бредятина же просто. Ну, я очень сомневаюсь там. Либо это какая-то была там история, но она прям глобально переделанная. Может быть, там какой-то конфликт из-за детей и был, ребят, это вполне возможно. 15 лет все-таки девочки, ребята, они там жару дают, как бы, ну, пубертатный патрон, по этот, господи, возраст у подростков, ребят. Это дело еще то. Вполне возможно, конфликты какие-то есть. Но чтобы здоровый мужчина сказал, что, типа, брось 15-летнюю дочь, ну это такой бы, куда брось? Ей 15 лет, куда брось? Ну, это бредятина. Ребят, это сделать, нужно сделать, знаете, что, показать, какие мужики плохие, и какая прекрасная психологиня, как я это все распетляла. Я молодец. Приходите на консультации. 50 ТР за 2 часа, ребят. Вот и все, ребят. Ну, вы знаете такие, этот, скажите, истории? Я знаю из интернета, ребята, ну, там, я же еще раз повторяю, там люди неадекватные. То есть, там, либо они бухают, просто там, алканавты, просто жесткие, лютые. Либо они нездоровые, как бы. Если, допустим, там все нормально, у них такого не будет. Ну, пишите свое мнение, ребята, в комментариях. Давайте еще одно послушаем. Ну, явно, что этот человек обзелен умом. Что мне еще сделать? Кому-то надо потолще, кому-то надо. Прочитайте этот комментарий. РСП, брови пошире нарисуй. Поменьше. Потолще? Ничего, надо, блядь, корни покрасить. Записалась. Пойду красоту наводить. Тюринг. Что там еще мне надо сделать? Зубки поравнять. Я бы тебе сказал, Чаечка, что тебе надо сделать, но я промолчу. Можешь мне в личку написать, я тебе скажу. Я обращаю внимание на мой красивый зубик. Семечки любила, да, крызла. Зубик? Один? Что еще сделать? Помогите материально, блядь. Я угадал, ребят. Могу номер карты с кем-то? Чтобы бровки пошире были. Чтобы бровки пошире были, скорее всего, будет лицо пошире, если тебе материально помогут, я извиняюсь, потому что, как бы, ну, деньги, это еда. Вот, чаще всего у Чаечек, да? Ну, любят они покушать, особенно свои там суши, роллы на камеру, да, ребят? Палочками. Ребята, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу. Проходите на мой сайт, ознакомьтесь с курсами, подписывайтесь на закрытую телеграм-группу. Там очень много интересного и полезного контента, сливыш секретных женских чатов, контента много, которого нету на ютубе и не будет, ребята. В общем, там такое прям сообщество интересное, самобытное. Проходите, подписывайтесь и общайтесь, конечно же. Там есть и чат, конечно же, тоже в дополнение. Здоровья вам, ребята, прекрасного настроения и великолепнейшего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!